122 многоквартирных дома планируют отремонтировать в Краснодаре в этом году. На эти деньги будет заменено лифтовое оборудование, проведен ремонт фасадов и инженерной инфраструктуры. Об этом говорили на городском совещании, посвященном капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас средний уровень собираемости взносов на капремонт жилья в Краснодаре составляет порядка 47%. При этом по сравнению с предыдущими годами повышается и процент тех, кто оплачивает квитанции. По состоянию на январь текущего года горожане перечислили в фонд капремонта более 1 миллиарда рублей. И это выше показателей предыдущих лет. На сегодняшний день данные работы уже производятся. Я думаю, что дальше мы данный адресный перечень предоставим. Будем по каждому дому освещать в средствах массовой информации, где, что выполняется, какие сроки. Перед Краснодаром сегодня стоят серьезные вопросы, связанные с наращиванием объемов капитального ремонта многоэтажных жилых домов. Если в 2015 году в городе фондом было отремонтировано незначительное число, то сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему. Одной из тем обсуждения стали критерии в установлении очередности ремонтируемых многоквартирников. По мнению участников совещания, они должны определяться как уровнем собираемости взносов, так и потребностью того или иного дома. Задача регионального оператора максимально быстро, в короткие сроки взыскивать эти задолженности для того, чтобы люди чувствовали себя в какой-то общей, социально справедливой среде. Они в ситуации, когда один платит, а другие над ним насмехаются. Перечислять деньги можно не только на счет регионального оператора. Закон предусматривает и другой вариант. 25 домов создали спецсчета, где аккумулируют свои денежные средства. Количество желающих последовать, к примеру, говорит директор ГУК, растет с каждым годом. Ремонтные работы по программе 2016 года завершатся до 1 августа текущего года. Сейчас же необходимо наращивать объемы выполняемых работ и, главное, вместе с жителями контролировать качество их выполнения. В завершение встречи Евгений Зименко поручил Департаменту городского хозяйства ИТЭК подготовить и направить в Краевое профильное министерство предложения по формированию планов части капремонта жилья на текущие и последующие годы.